Анастасия, она жена танкиста. Это можно понять по фотографии. Это была у нас единственная участница, которая пришла с таким атрибутом. Фотовыставка «Жены героев» включила в себя более 80 портретов девушек, объединенных одной судьбой. Я являлась не только участницей фотопроекта первого этапа, но я была истеристом по прическам первого и второго этапа. Знаете, такая психологическая разгрузка, когда девочки открываются, чувствуют себя принцессами, начинают в доме дальше общаться. Такой уже семейный круг. Китель, наброшенный на плечи, символизирует сразу два момента. Первый момент, когда женщина в одночасье стала сама защитницей своей семьи. И одновременно китель, наброшенный на плечи, это забота мужчины о семье России, которая защищает наши границы. Акция «Аллея памяти» заставила встать весь зал Адара. Зрители разглядывали лица тех, кто погиб на специальной военной операции. Акция стала кульминацией концерта «Память вечно жива». Хочется показать, что наши ребята не просто так стоят на передовых, не спят сутками, а дают свои жизни. Для того, чтобы мы улыбались, для того, чтобы наши дети имели возможность показать свои творческие таланты, проявить и немного приподнять дух. Мы хотим как-то наше общество, наше хабаровское общество сплотить, чтобы в одно единое целое, чтобы помогать ребятам, которые сейчас непросто. Им очень важно, чтобы была поддержка, психологическая поддержка, чтобы они знали, что они не просто так ушли, что и про них не забыли. То есть мы всех их здесь помним, ждем. Мы им отправляем видеоролики, они все это смотрят, им нравится. Они знают, что мы о них здесь вот заботимся. Мастера Хабаровска предоставили свои изделия для благотворительной ярмарки. С ее помощью удалось собрать больше 50 тысяч рублей. Часть этих средств помогла закрыть сбор на покупку пикапа для артиллеристов. Другая же часть пошла на приобретение коптера. Максим Вонаков, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.